МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...турже смогло увеличить экономические обороты. В частности, по привлеченным инвестициям мы не упали, а наоборот, несколько подросли. Мы только что приехали с Питерского форума, где были подведены итоги рейтинга инвестиционной привлекательности регионов. Мы поднялись на 12 пунктов вот в этом рейтинге. Есть, правда, и минус в финансовых цифрах, но такой, что во благо. В пять раз за последние годы упал размер дефицита регионального бюджета. Сейчас он не превышает 2 миллиардов рублей. Губернатор устанавливает новую планку. ...предстоящие годы выйти на бездефицитный бюджет. И это не прихоть. Это установка президента для федерального уровня и для регионов. Еще одна установка – экономия и эффективность бюджетных трат. Год назад в предыдущем докладе губернатор озвучивал эту мысль. Сегодня повторил, придав ей дополнительную антикоррупционную окраску. Если средства идут на ремонт дорог, значит, люди должны быть уверены, что подрядчик не украл, заказчик не получил отката, а асфальт положен строго по технологиям и в срок. И так должно быть не только в дорожной отрасли. Это касается всей сферы государственных закупок и подрядов. В кризисное время коррупция равносильно измене Родины. Судя по тому, что мы видим, в каких объемах она есть, это и Владивосток, и там Сахалин и так далее, но вообще такие мысли это навевается. Поэтому, конечно, это сказано очень жестко, но где-то близко к истине. Здравоохранение, образование, культура. Около 20 минут доклада посвящено достижениям и проблемам социальной сферы. Губернатор отмечает рост зарплат бюджетников и успехи наших выпускников при сдаче ЕГЭ. Они замечены на федеральном уровне. В том числе и потому Оренбуржье получает более полумиллиарда рублей на строительство большой школы. Она рассчитана на 1135 учащихся и будет расположена в северном жилом массиве Оренбурга. Стройка уже идет, и я заявляю ответственно. Новой школе быть причем в этом году. Впрочем, есть примеры, когда работы на стройплощадках шли отнюдь неударными темпами. Тот же Оренбург прославился в кавычках целым рядом долгостроев. В частности, домов для детей-сирот, на которые своевременно выделялись сотни миллионов рублей федеральных денег. В опиющий случай, когда нечистоплотный подрядчик волокитил сдачу жилья для детей-сирот. Напоминаю всем, что эти вопросы контролируются на самом высоком государственном уровне. Требую от глав муниципальных образований обеспечить реализацию программ в полном объеме и в указанные сроки. А еще от муниципальных глав Юрий Берг потребовал беречь культуру, особенно объекты культуры на селе и тех людей, кто в этой сфере работает. Не допустить необоснованного закрытия сельских учреждений культуры и сокращения численности работников, в том числе за счет перевода на меньшие ставки. Задача Министерства культуры и внешних связей – вмешиваться там, где главы совершают явные ошибки. Конечно, проблемы есть. И здесь губернатор отметил, что необходимо, может быть, нам, муниципалитетам, выходить на социальное партнерство с бизнесом и предпринимателями, которые есть на территории района, и выходить, чтобы культуру все-таки разберечь. Это то, на чем жиждется сегодня село. Об экономическом кризисе губернатор говорил в начале доклада, этой же темы его и окончил. Сначала, когда призывал более эффективно использовать транзит сельхозпродукции из стран Средней Азии. В условиях кризиса каждые тонны персиков и абрикосов должны становиться консервами, соком, детским питанием. Только так мы сможем обеспечить новые рабочие места и контроль над товарными потоками. А потом, в самом финале своей речи, Россия крепко стоит на ногах, а испытания, подобные нынешним, дополнительная проверка на прочность нашего национального единства. И мы справимся со всеми кризисами. Для этого у нас есть силы и разум, настрой на победу и четкий план действий. Вера в нашу правоту и национальный лидер Владимир Путин. Значит, как говорили наши деды, победа будет за нами. Виталий Дерябин, Семен Воробьев, Роман Боричев. Новости дня.